На Украине подводят итоги выборов в органы местного самоуправления, которые состоялись накануне. Как сообщает Центр избирком, явка избирателей была невысокой, в среднем чуть более 46%. И политологи считают, что для властей это серьезный удар. Люди не удовлетворены ситуацией и не верят, что выборы помогут изменить ее. Кроме того, в ходе голосования наблюдатели зафиксировали свыше тысячи серьезных нарушений. А в Донецких городах Мариуполя и Красноармейске выборы вообще не состоялись. Туда просто не привезли бюллетени. Их печатали в частных типографиях. В итоге бланки признали недействительными. Что касается подсчета голосов, он может занять несколько дней из-за сложности избирательного законодательства. Даже предварительные результаты пока неизвестны. Между тем, данные экзитполов показывают, что в крупных городах кандидатам на пост мэров предстоит пройти второй тур выборов. Убедительную победу в первом туре одержал лишь действующий глава Харькова. Киевский градоначальник Виталий Кличко опередил конкурентов, но 50% барьер не преодолел. На выборах в городские советы по данным общественных опросов лидирует блок Петра Порошенко. Неожиданно высокие результаты у радикальной партии Олега Лешко. А вот движение Яценюка, Народный фронт, участие в выборах не принимало. Их рейтинг слишком низкий. О том, как проходили выборы на Украине, расскажет Ян Воскресенский. Мариупольский электорат мог показать неплохую явку и придать выборам вполне легитимный вид. Но на участках произошло то, что в день голосования ожидают меньше всего. Галочки и крестики оказалось негде ставить. Пока нет, пока бюллетеней еще нет. Местный избирком так и сообщил, бюллетеней нет. Члены комиссии скучают у пустых урн. Мы будем здесь находиться целый день. Мы в полной рабочей обстановке. Все готовы к работе. Встреве выборов винят местную типографию. Хоть по правилам склад бюллетеней должен быть опечатан, кого здесь только нет. Кандидаты и члены избиркома едва ли баррикады не строят. И по привычке митингуют. Члены мариупольского избиркома все чаще намекают, надо бы отложить выборы. В типографии непорядок, пачки бюллетеней разорваны, в бланках ошибки. Как можно голосовать, если документы строгой отчетности, бланки строгой отчетности валяются под ногами пачками? Скажите, пожалуйста, что это такое? Не совпадает ни одна пачка, не совпадает с тиражом. На пачке одно написано, другое в наличии. Скажите, пожалуйста, разве это не фальсификации? В итоге принимать бюллетени местный избирком официально отказался, сорвав выборы в Мариуполе. Понимая, что рабочий день окажется куда короче, чем у коллег, которым придется все мной считать голоса, члены комиссии даже песню засинули. Выбор из Краины, в бою не вступай! Слава Крыму! В центре избиркома таланты младших коллег не оценили. Из Киева звучат отчаянные заявления. Выборы в Мариуполе состоятся, даже если участки откроют только вечером. Фактически эти 11 человек взяли на себя ответственность, лишив более 300 тысяч права голоса, которое гарантировано Конституцией. Но президент Порошенко, хоть и с оговоркой, что ситуация это неприемлемо, поручил проработать вопрос о том, чтобы голосование все же состоялось попозже. В Верховной Раде на ближайшем заседании надо принять изменения в законодательство, которые бы позволили провести выборы в Мариуполе позже. Очевидно, с выборами решили не спешить, изучив результаты опросов в канун голосования и выяснив, что политическая агитация из Киева на местных жителей пока не подействовала. Население Мариуполя давно и прочно ненавидит ту власть, которая сейчас там установилась. И беспредел националистов, радикалов, которые там творят в Мариуполе. Поэтому, если выборы бы состоялись, там бы появилась возможность повлиять на милицию. В общем, остановить этот беспредел. Вот этого допустить нельзя. Таких странных выборов на Украине и не припомнят. Неразбериха обернулась настоящим хаосом. Каждый пятый участок открыт с опозданием. Где-то не успели проштамповать бюллетени, где-то не оказалось кабинок для голосования. Людей разворачивали на пороге. Что это такое? Людям на работу мое право, по сути, забрали. Потому что я не знаю, когда я... Я, наверное, сегодня уже не проголосую. Киноперсонажи в день выборов тоже роптали. Кандидат в мэр Одессы Дарт Вейдер не смог принять участие в голосовании. Такого имени в списках избирателей не нашли. Но стоило темному лорду заявить о своих правах, как вместе со штурмовиками в белом и пушистым соратником Чубакой они оказались в ближайшем райотделе. От фарса до трагедии. Нынешнее голосование – это не просто единичные инциденты с участием выдуманных злодеев. Были и драки, и поджоги, и нападения на кандидатов. Даже об одном взрыве сообщается. Напряжение на участках растет. В Одесской области секретаря избиркома с инфарктом увезли в больницу. Считать голоса будут полторы недели, а через две недели власти должны объявить окончательные результаты, с которыми, очевидно, согласятся далеко не все. Похоже, на Украине не ожидают, что с выборами затянувшийся политический кризис наконец разрешится. Альян Скресенский, Дарья Пенчук, Оксана Воронина, 5 канал.